Иногда нам кажется, что наша серия сюжетов о бывших республиках Советского Союза, куда без вазелина стремится пролезть русский мир, являются пророческими. Как только мы рассказали о Молдове, Московия тут же активизировалась. После мы попытались объяснить, чем закончится для Грузии действие их пророссийского правительства. И в случае, если картвеллы не очнутся, они станут очередной губернией Московии. И вот тебе на! Но ни в коем случае не стоит останавливаться. Нужно доводить начатое до конца. Потому что в сети уже стали появляться вот такие видео. Братья, мы такие же россияне, как и вы. Мы живем в Грузии уже десятки лет. Вы все видите, что у нас здесь в Грузии сейчас происходит. Большая просьба, спасите, нас тут притесняют. Просим вас, введите контингент, ограниченный контингент, миротворческий контингент, какой-нибудь. Сегодня гражданская оборона расскажет о странах, которые по многим показателям стоят следующими в очереди за Украиной. И именно эти страны первыми начали оказывать помощь украинцам и сейчас вместе с Польшей являются чуть ли не главными лоббистами Украины в ЕС. Ваша борьба – это также и наша борьба. Ваша боль – это и наша боль. А ваша свобода – это и наша свобода. За вашу и нашу свободу. Слава Украине! И за столь жесткую и однозначную позицию в поддержке Украины они ежедневно с болот получают ушаты грязи, унижений и прямых угроз. Во Латвии и Эстонии мы сейчас начнем вообще всех русских фигачить. А вы это кто? Значит, вы три балтийские нацистские вымираты. То есть вы нарушаете права этнических меньшинств? Хорошо, мы сейчас возьмем и введем войска для защиты русскоязычного населения. Вы все правильно поняли. Сегодня мы расскажем о странах Балтии – Литве, Латвии и Эстонии. Кто-то может решить, что они под защитой НАТО и русский сапог туда не сунется. Кто-то скажет, что у Кремля нет никакого интереса к Балтии. А кто-то вообще считает, что так называемая Прибалтика по гроб жизни должна России. По идее, мы должны были бы сами предъявить нынешней независимой Латвии иск, чтобы они, вот то, что мы за счет России им построили, Вернули рельсы, шпалы, промышленность, экономику взыскать с Латвией. В виде спойлера скажем, что все три мнения являются ошибочными. И сейчас мы это докажем. Начнем с того, что Кремль и лично Путин считают страны Балтии сконно-российскими землями. В 2018 году в результате Брестского мира состоялся сговор между Германией и Россией. И Россия передала часть своих территорий под контроль Германии фактически. С этого началась эстонская сегодняшняя государственность. Вот только сепаратный Брестский мир, о котором говорит Бункерный, был подписан в марте 2018 года. А Эстония стала независимым государством за две недели до этого, 24 февраля в результате Октябрьской революции и развала Российской империи. То есть большевики, которые подписывали предательский мир с Германией, даже не имели права передавать земли Эстонии. Я хоть и не очень хорошо, может быть, учился в университете, потому что пиво много пил в свободное время, но все-таки кое-что помню еще с этого. Видимо, прилично пил, потому как очень жидкая каша в голове. Что же было дальше? Через полгода Брестский мир утратил свою силу в связи с поражением Германии в Первой мировой войне. И что делает советская Россия? Правильно, силой пытается вернуть Эстонию. Но... В начале 1919 года Красная армия была вытеснена с территории Эстонии. 2 февраля 1920 года был заключен Тартусский мирный договор между Эстонской республикой и Советской Россией. Стороны признали суверенитет друг друга. Запомнили? В 1920 году большевики официально признали суверенитет Эстонии. Но в очередной раз и казалось, что подпись России не стоила той бумаги, на которой они эту подпись ставили. А в 1939 году состоялся другой сговор между Россией и Германией. И Германия возвратила назад Россию эти территории. Речь идет о печально известном пакте Молотова-Риббентропа, когда нацисты с красными поделили Восточную Европу. В этот раз русский сапог надолго растоптал балтийские мечты о свободе и независимости. В 1940 году, в ночь на 15 июня, советские военные напали на пограничные посты Латвии, где с обеих сторон были и погибшие, и пленные. Некоторых позже расстреляли. Потом эти освободители вошли сюда и освободили Латвию от независимости. Так называемое освобождение сопровождалось депортациями, насилием, грабежами, пытками и казнями. А после Второй мировой Красная армия вновь пришла освобождать родную, как они ее называют, Прибалтику. Мои родители были вынуждены бежать. И надо помнить, что бежали они не от войны, а как раз вот от этих освободителей. Бежали на кораблях в разрушенную тогда Германию. А их по пути бомбили и торпедировали советские подлодки. Где-то 120 тысяч человек тогда бежали. Такое чувство, что все это происходило не 80 лет назад, а в прошлом году. Мирные жители Ирпеня, Чернигово, Мариуполя, Запорожье также бежали от освободителей, а прямоходящие их расстреливали из всего, что у них было. 25 погибших, более 60 раненых. Российская армия нанесла прицельный удар по колонне с гуманитарным грузом. Три ракеты этим утром были выпущены по машинам в Запорожье. Дороги, где-то километр, мы нараховали больше десятка расстрелянных автомобилей. Это уже после того, как россияне утекли, и несколько десятков убитых украинцев. Вы понимаете, что средства и методы на болотах не меняются веками. Пока мир ищет вакцину от рака и готовит миссию на Марс, Московия за многие века научилась только уничтожать, грабить и убивать. И данную политику своих вождей всецело поддерживает Плебс. В 2020 году был проведен опрос на улицах Москвы, где жителей просили ответить на вопрос, как вы относитесь к отделению стран Балтии. Ну, отрицательно, конечно. Это для нас не чужие территории. Лучше бы они были с нами. Я очень плохо к этому отношусь. Я то, что разбили Российскую империю великую. Мне жалко. Я выросла в Советском Союзе, и как бы мне казалось, что мы жили дружно. Я вообще отрицательно отношусь к развалу всего Советского Союза. Внимание! 2020 год. 30 лет как совка нет, но в головах он засел очень плотно. Ну да ладно, с совкодрочерами там Нафталин покорежил мозги бесповоротно. Но есть на болотах и другая каста. Ярые приверженцы скреп. И на вопрос, должна ли Россия расширять русский мир, среди прочего получили такие ответы. В культурном, должна, в территориальном то же самое. То есть забрать назад свои территории, которые когда-то принадлежали нам. Должна. И надо вернуть наши земли. Обязана даже, не должна, я считаю. Потому что это русский мир. Да, конечно, должна расширять русский мир. Россия, потому что только в России остались ценности общечеловеческие. Ну и вишенка на тортик. Человеческая цивилизация существует только потому, что существует Святая Русь. Только потому, что существует наша страна. Занавес. Теперь вы видели все. Вы все существуете только потому, что существует Московия. Причем данная теория взята не с пустого места. На болотах часто говорят, что они центр цивилизации. А все остальные страны им завидуют и должны, как земля, колхозу. Они должны в ножки кланяться и Советскому Союзу, и русским в первую очередь. Что Советский Союз и Россия отрывала от себя кусок и отдавала туда. Это так Николай Рыжков убеждает, что Россия всегда датировала страны Балтии. И если бы не Россия, они бы загнулись еще в сороковых. Но вот только рассекреченные документы говорят совершенно об обратном. С 1949 по 1990 из ЛССР в бюджет СССР поступило 40,6 миллиарда рублей. Из СССР в бюджет ЛССР – 24 миллиарда рублей. Разница почти в 16 миллиардов рублей. Мы просто датировали другие регионы СССР. Мы очень много денег посылали из наших доходов в другие регионы СССР. Очередной миф о величии болот разрушен. Мало того, страны Балтии всегда были какие-то особенные. Ментально они всегда были европейцами. Немцы, шведы, Речь Посполитая. И даже двухсотлетнее пребывание под гнетом Российской империи не смогло развеять европейский дух свободы. Ведь не зря именно Литва стала первой страной, провозгласившей независимость от СССР. И именно в Вильнюсе Джордж Буш-младший сделал, как оказалось в будущем, спасительное для стран Балтии заявление. Мы с гордостью приглашаем Литву присоединиться к НАТО – Великому Атлантическому Альянсу. Дело в том, что Литва из этих трех стран самая мононациональная. 85% населения страны составляют литовцы. И вони от русского мира здесь меньше всего. Литва – самая нерусская из всех. Исторически русских городов там не было в советский период. Насильственного перевоза русских тоже. Разве что в портовую Клайпиду, где сегодня их в итоге порядка 20% в сравнении с 6% в среднем по стране. Но даже в Клайпиде россияне сидят относительно тихо. Витрины не бьют и о каких-то ущемленных своих правах не заявляют. А все дело в том, что, во-первых, никаких ущемлений нет. А во-вторых, после 24 февраля литовцы очень озлобились на представителей болот. Люди в Литве очень злые на Россию. И за то, что она делает с Украиной. И даже несмотря на всю европейскую толерантность, не хотят видеть их в своей стране. У нас здесь есть русских, которые живут здесь с 5 поколений. И они не выучили даже языка, даже не стараются. Так я не понимаю, почему здесь они живут, почему не едут назад. Потому что у большинства из них нет ни малейшего уважения к стране, которая их приютила. Они считают, что весь мир должен учить русский. А не они литовский, латышский или эстонский. Многие думают, что скоро Московия заедет на танки, и они станут доминантной нацией. Вот только литовцы с этим категорически не согласны. И радуются тому же подбитому украинцами российскому танку, который выставили на одной из площадей Вильнюса. Очень хорошо, потому что сразу видны все ватники. Приходят и очень возмущаются. Слава богу, что поставили вот контейнер для цветов их и для ностальгии по Советскому Союзу. Так что если ностальгируете, едьте в Россию, пожалуйста. Потому что Россия — это давно не страна, а это террорист-страна. Именно Литва летом 22-го ограничила транзит грузового железнодорожного российского транспорта через свою территорию в Калининградскую область. То Литва недавно запретила транзит составов с продукцией, находящейся под санкциями Евросоюза. В число санкционных товаров входят уголь, металлы, цемент, древесина, строительные материалы и высокие технологии. Фуры с российскими номерами в Литве также не очень приветствуются. После прохождения таможни водителям из России теплого приема ждать не стоит. Работать стало опасно. В Литве, говорят дальнобойщики, могут проколоть шины, закидать машину камнями, поэтому едут караванами. Литва — одна из первых стран признала Россию государством спонсором терроризма. А недавно в том же направлении была отправлена и ЧВК «Вагнер». Семь Литвы единогласно признал ЧВК «Вагнера» террористической организацией. Мало того, в течение 22-го года Литва из «Партнера» превратилась в союзники Украины. Литовцы очень хорошо осознают, что победа Украины на поле боя будет спасением для всего западного мира. И поэтому не стесняются помогать ВСУ. Стингеры, гаубицы, стрелковое оружие, бронетранспортеры. И желанию отдавать нет предела. Если у нас были бы танки, мы давно бы их тоже предоставили. Помимо правительства, гиперактивны и жители Литвы, которые регулярно донатят как не на Байрактары, так и на дроны-камикадзе и радары для Украины. Одна наша IT-компания, Тессанет, сказала, что она удвоит все деньги, которые литовские люди пожертвуют на эту акцию в один час утром с 8 до 9. За этот час литовцы пожертвовали 1 миллион евро, понимая, что каждое евро будет удвоено. Как видим, позиция Литвы и ее граждан однозначно. Литовцы никогда не любили московитян. Ни во время СССР, ни тем более во времена царизма. И эта нелюбовь продолжается и сейчас, поэтому за Литву мы абсолютно спокойны. Ее вонь русского сортира не испортит. Русский военный корабль. Пошел, м***ь. Несколько сложнее ситуация с русским миром в Эстонии. Он как бы есть, но его как бы и нет. Эстония — самая маленькая страна Балтии с самым странным отношением к русским. Русский, конечно, есть, но никакого русского мира, в отличие от той же Риги, нет и в помине. Есть, конечно, отдельные индивидуумы, которые, насмотревшись российской пропаганды, сыпят методичками типа «восемь лет дамбили бомбас». «Ну, наверное, Путин знает, что делает. Если бы они не бомбили бы этот Донбасс, ничего бы не было. Они сами виноваты, украинцы. Вот. Они вынудили Путина». Есть и куда более агрессивные и радикальные. Вот реакция Путина Люба на снос советского памятника. «Два часа, я надеюсь, Россия будет в Таллине. Русские войска бивают Путина. Слава России. Сегодня Украина, завтра Эстония». Данного «Раша-патриота» нашли и дали ему почти два года исправительных работ. Нужно отметить, что подобные апологеты русского мира в Эстонии хоть и единичны, но не случайны. Во-первых, в отличие от той же Литвы, жители болот составляют 25% от всего населения Эстонии. В Таллине процентов, наверное, 35. Потому что русскоязычное население в основном — это люди, которые приехали в 60-е, 70-е, 80-е годы, когда сюда Советский Союз массово привозил рабочую силу для строящихся заводов и предприятий. А в той же приграничной Нарве, внимание, россиян 87%, при всего 5% эстонцев. Связано это с насильственной депортацией. Сначала при Петре I 90% населения Нарвы было депортировано в Вологду, Казань и Астрахань. А потом, после Второй мировой войны, количество эстонцев сократилось с 65% до 7%. Для балтийских народов слово «Сибирь» — это не столько география, сколько история. Здесь говорят «Сибирь», а подразумевают «сталинские аресты» и «депортацию». Наиболее жестокими были две волны депортаций — в июне 41-го и в марте 49-го. Заселив ту же Нарву россиянами, последние принесли с собой быт, культуру и язык. Россия! 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 У нас очень много русской пропаганды. В Нарве большинство говорит по-русски. Они пользуются русскоязычными людьми. При этом стоит отметить, что на малую родину россияне не спешат. Хоть и Путин там у многих в душе, на культурную родину они не стремятся. Пособие пенсии выше в Эстонии в разы. А на вопрос «Хотели бы вы, чтобы Нарва стала частью РФ?» отвечают однозначно. Ну, я думаю, лучше в Эстонии. Мы в Эстонии. Так, вроде, хорошо. Зачем что-то менять? Конечно, должна остаться в Эстонии. Нарва территория — Эстония. Как мы будем членом России-то? Не знаю, в Эстонии, конечно. Мало того, молодое поколение россиян вообще старается отгородиться от России. Все больше русскоговорящих в Эстонии дистанцируются от агрессивной политики Москвы. Молодое поколение считает себя эстонцами русского происхождения и не хочет иметь ничего общего с путинской войной. Причин такому поведению россиян в Эстонии две. Первое — это политика государства. Дело в том, что Эстония — чемпион ЕС по числу неграждан. А многие жители эстонской Нарвы не имеют эстонского гражданства. Это так называемые неграждане. Ой, уже 65 лет почти. А зачем мне эстонское гражданство, если они мне его не дали? Я просить не собираюсь. Когда я приехала сюда, это было очень давно. Тогда не надо было. Всех все устраивало. А сейчас нужно язык. А уже в таком возрасте трудно выучить язык. При этом статус негражданина позволяет с рядом ограничений пользоваться определенными благами гражданина. С 2007 года эстонские и латвийские неграждане получили право свободного перемещения в Шенгенской зоне. А с 2008 года — без визового въезда в Россию. Таким образом, паспорт негражданина позволяет беспрепятственно путешествовать как по Европе, так и по России. Вторая причина такой аморфности россиян в Эстонии — это жесткая государственная позиция в отношении развязанной россиянами войны в Украине. Ви хотели бы побачить, как Володимир Путин піде в вязницу? У пекло. То есть Эстония сейчас тратит 1,1% ВВП, то есть единственная страна в мире, которая вообще тратит больше 1% ВВП на помощь Украине. Війна закінчится тогда, когда Украина скажет, что война закончилась, и мы победили. То есть абсолютная поддержка Украины со стороны Эстонии говорит о том, что русскоязычным не стоит взывать к бункерному или рассказывать о каких-то ущемлениях. Потому что очень легко можно оказаться по ту сторону реки Нарва. Эстония прекратила выдачу туристических виз, а с 18 августа вообще закрыла въезд россиянам с эстонскими шенгенскими визами. Касательно же вооружения, то здесь Эстония создала прецедент, пытаясь доказать всему Западу, что нет ничего невозможного. Эстонцы передали Украине внимание все свои 155-мм гаубицы. Наша логика в том, что чем меньше российских танков, которые могут нам угрожать, тем выше наша безопасность. Это и есть инвестиция в безопасность Эстонии. Верно. Как бы это цинично ни звучало, но если не хотите увидеть российский лапоть на своей земле, сделайте все возможное, чтобы Украина выиграла. То, что мы увидели в последний месяц и война России в Украине, заставили нас по-новому ценить свободу и независимость. Слово передачи гаубиц Киеву спровоцировало серьезную дип-войну с Московией. Мы попросили России уменьшить количество вдвое дипломатов, которых они имеют в Таллине, потому что это соответствует количеству наших дипломатов в Москве. И Россия ответила, давайте снизим дипломатические отношения до уровня поверенного в делах, а значит просим эстонского посла покинуть страну. И мы, конечно, ответили россиянам тем же. Видимо, Кремль до сих пор не понял, что их угроз и шантажа уже никто не боится. А поэтому те же власти Эстонии осмелели настолько, что советские памятники сносят даже в самом российском городе. Мемориальный советский танк Т-34 на высоком постаменте из Доломита появился в эстонском городе Нарва, что на границе с Россией более 50 лет назад. Во вторник по решению эстонских властей памятник демонтировали. На все ушло несколько часов. Всего, по оценкам эстонских властей, в Эстонии насчитывается до 400 советских памятников. И никто с пенной урта не орал про надругательство над великими освободителями. Никто не блокировал работу техники. Все тихо и спокойно. Также спокойно те же россияне в Эстонии отнеслись и к запрету в стране пророссийской военной символики. Несмотря на то, что в законопроекте список враждебных символов не указан, местные СМИ к таковым относят георгиевские ленточки, символику российских вооруженных сил или пропагандирующие российскую армию символы, а также букву «З» в определенном контексте. То есть мы видим, даже несмотря на то, что четверть населения Эстонии составляют этнические россияне, они не выпрыгивают из штанов и не зовут русский мир. Касательно же эстонцев, то они настроены весьма категорично. И эстонцы очень серьезно осознают, что их судьба во многом зависит от Украины. Их будущее и будущее их детей зависит от ВСУ. И поэтому у них нет ни малейшего сомнения в том, что нужно делать. Все силы, которые есть в Эстонии, направить на то, чтобы помогать Украине. Надо помочь Украине пока есть возможность, потому что если Украина не справится с Россией, так россияне будут тут, в Эстонии. Если украинцы не справятся, все, вы же понимаете, что Эстония, она падет буквально за несколько часов. Вот так вонючий русский мир пытался обосноваться в странах Балтии. Но, как видим, и Литва, и Эстония экзамен по предотвращению сдали на отлично. А что же Латвия, спросите вы? Латвия – это отдельный разговор. У нас, как я называю, самый ватный город в ЕС тогда. У нас вице-мэр из партии, которая открыто поддержала вторжение. Говорили, все, Путин, молодец, так надо. О Латвии, где не все так радужно, мы расскажем в следующем выпуске нашего проекта. Поверьте, вас многое удивит. Помочь, борода? Помогу, блядь. А твоя нуля, это кого? Автомат бери, блядь, защищай родину, блядь. Вот, золотой тебе кинул, блядь. На, вот, искренне. Золотой кинул, блядь. Вот, подойду, вот этот вот гад. Но объединяет все балтийские страны одно. Большинство людей, высшее руководство всех трех государств, едины во мнении, что… И мы прекрасно понимаем, что Украина воюет и за нас, и за нашу свободу. А то, что это не просто своеобразная инвестиция в самооборону, но и то, что это идет от сердца, что страны Балтии искренне болеют и переживают за Украину, подтверждает вот это действие. Весь сейм Республики Литва на 24 февраля годовщину полномасштабного вторжения в едином порыве. Душа, милая, мы положим на нашу свободу. И помажем, чтобы не праве, кто за всевозможным трогать. Слава Алтроини! Героям слава!